Здравствуйте! Это итоговая программа неделя, чем жил регион последние 7 дней и что ждет его в ближайшем будущем. Поговорим прямо сейчас в студии Татьяны Зимушина. Боевые действия в Курской области. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Местных эвакуируют, Калуга собирает гуманитарную помощь для пострадавших. Глава Минцифры России Макс Утшадаев приехал в Калугу. Решение, которое мы предлагаем, это реализовать на платформе набор типовых сервисов, которые обеспечат возможность регионам использовать самые передовые разработки. Специалисты эти сферы со всей страны собрались обсудить развитие сервиса госуслуги. Форум «Цифровая эволюция» прошел официально и спортивно. Подрядчики сорвали сроки сдачи важных объектов в Людиновском районе. Нам пришлось принять решение о расторжении контракта. В Кирове по плану откроют в больнице отделение помощи ближайшим районам. Сколько гибридиализмных больных сможет обслуживать это отделение? В течение дня 12 человек. Самые лучшие огороды Калуги. Как-то я о призах не думаю особо, как бы, ну я понимаю, нельзя быть альтруисткой. Как бы приятно, когда отмечают твою работу. Комиссия ездит по дачным участкам и ищет красивые огороды с богатым урожаем. Приятно, когда ты встаешь утром, садишься на лавочку, пьешь кофе и тебе нравится твоя работа. Конкурс «Калуга урожайная» в разгаре. Ситуация в Курске – главная тема недели. Во вторник там ВСУ стали прорываться на территорию России. Информация об атаках поступила из двух районов. В это же время над областью сбили 13 дронов самолетного типа. В Рио губернатор сообщил о введении чрезвычайной ситуации и сложной обстановки на приграничной территории. Начальник генштаба Валерий Герасимов доложил о потерях противника более 300 человек. В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Владимир Путин проучил безотлагательно начать оказывать помощь. Соседние области открыли пункты временного размещения. Президент отметил, что украинские войска обстреляли территорию из разных видов оружия. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. И правительство тоже прошло заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя, председателя правительства Российской Федерации, Мантурова Дениса Валентиновича. В результате атаки пострадали десятки местных жителей, есть погибшие. На переселение людей Минфину дано поручение направить первый транш 1,8 миллиарда рублей. К концу недели в Курской области объявили ЧАЭС федерального характера. Это происходит при высоких показателях материального ущерба или количества пострадавших. Соболезнования жителям, чьи родные погибли во время атаки ВСО, выразил и Калужский губернатор. Владислав Шапша поручил региональному оперативному штабу проработать варианты помощи Курской области. Трагическая новость пронеслась по телеграм-каналам вечером следующего дня. Паблики сообщили, что погиб один из самых известных российских военных корреспондентов ВКТРК Евгений Подубный. Но уже около полуночи появилось опровержение. Машина журналиста действительно попала под обстрел, но он выжил и находится в больнице. Это последнее видео, которое в тот момент было опубликовано на его канале. Евгений – автор документальных фильмов и спецрепортажей. Работал в горячих точках по всему миру. В списке опытного военкора – Чечня, Сирия и Рак-Украина. В соцсетях посылали комментарии. Надеемся, жив окончательно развеял сомнения на следующее утро. В Рио губернатор Курской области опубликовав его аудиосообщение. Калужская область сразу же подключилась к помощи Курску. В регионе объявили сбор гуманитарки. Этим занимается штаб «Мы вместе». Идет и набор волонтеров. Помочь можете и вы. Все подробности в следующем сюжете. Детские вещи, средства гигиены, медикаменты. Первый отклик от калужан пошел сразу в день объявления сбора гумпомощи. Неравнодушных калужских бабушек не остановил даже дождь. Утром следующего дня присоединилась молодежь. Маша сама волонтер. И как только увидела информацию о сборе в соцсетях, решила участвовать, не раздумывая. Я считаю важным это, потому что это такие же люди, как и мы. И нужно относиться к людям так же, как бы мы хотели, чтобы именно к нам относились. Просто я понимаю, что если бы мои родные оказались в такой ситуации, я бы хотела, чтобы и другие люди в нашей стране смогли помочь хоть чем-то. 6 августа Курская область подверглась террористической атаке ВСУ. Мощный обстрел ракетами и беспилотниками целенаправленно велся по мирным жителям и жилым домам. Попытка продвижения украинских войск вглубь России была пресечена. Люди с приграничных территорий эвакуированы в места временного размещения. Им оказывается психологическая и материальная поддержка. В Калуге сбор вещей первой необходимости проводят в штабе «Мы вместе» на Ленина, 74. Список необходимого можно найти в пабликах волонтерского движения. Среди основных требований к посылкам – срок годности продуктов и состояние одежды. Это должно быть удобно к транспортировке. Соответственно, из продуктов это всегда длительного хранения, потому что это будет какое-то время лежать и какое-то время ехать. Соответственно, это не стекло. Стекло максимально неудобно перевозить. Если это продукты питания, например, сгущенка, джемы, мягкие упаковки, кофе, мягкие упаковки. То есть, ну вот, чисто из логики. Ещё один пункт приёма – городское отделение российского Красного Креста «Марата-10». Здесь, помимо вещей первой необходимости, примут бытовые принадлежности – раскладушки, генераторы, холодильники и другие вещи, которые могут понадобиться во временных пунктах размещения. Первая машина с гуманитарным грузом уже готовится к отправке. И сегодня мне очень приятно, что на погрузку откликнулось очень большое количество волонтёров, различных организаций. И вот знаете, вот эта ситуация, которая произошла в Курской области, объединяет людей. И люди с таким, наверное, желанием приходят, чтобы проявить своё участие, хоть как-то оказать помощь людям, которые пострадали в том регионе. Объединиться и быть неравнодушными к чужой беде – калужане всегда активно поддерживают тех, кто нуждается. Сейчас адрес посильной помощи – Курская область. В регион набирают волонтёров для помощи пострадавшим. Это, безусловно, смелые люди. Ещё больше храбрости нужно парням, которые сейчас отражают этот натиск на границе. Мы часто рассказываем о тех, кто решился на такой шаг, и сейчас будет ещё одна история смелости. Иван Просолов почти 20 лет служит по контракту. За это время несколько раз он был в Сирии, на Кавказе, в Южной Осетии. Теперь в зоне специальной операции. Физическая подготовка у Ивана серьёзная. Он давно прославляет калужскую область в спорте. Сейчас Иван в отпуске, но совсем скоро снова отправится в зону боевых действий. Наша съёмочная группа успела пообщаться с бойцом и с его семьёй. Вот моя, в принципе, форма, так сказать, мои боевые награды. Георгиевский крест Иван Просолов привёз со службы на Северном Кавказе. Медали за доблесть из Сирии. За его плечами большой боевой опыт. А начался он в 2007 году со срочной службы. После мужчина решил подписать контракт. С началом спецоперации отправился на фронт. Главной задачей был контроль воздушного пространства. Всегда, всегда бывает страшно. Просто по чувствам страха, наверное, только понимаешь и реализуешь все свои мысли и действия выполнения всех специальных задач. Наверное, там это спокойнее всего было выполнять эти задачи. Потому что знаешь, что на своей земле это делаешь. И для чего ты это делаешь. Больше всего на службе Иван скучал по семье. Конечно, старался звонить жене и детям при любой возможности. Но живое общение и родное тепло телефонные разговоры не заменят. Поэтому сейчас в отпуске мужчина почти все свободное время проводит с любимыми. К частым командировкам главы семейства супруга Анна уже относится спокойно и готова поделиться советами, как не падать духом в разлуке. Ну, надо, наверное, сильно не думать, что не считать дни, как говорится, до встречи, а просто жить своей жизнью. Ну, соответственно, чтобы было какое-то хобби, увлечение, так это все проще переносится. С мужем и своим отцом нашего семейства гордимся, безусловно. Много достижений, наград, паспорт, очень много достижений. Самое ценное – это и больше всего переживание, когда бегут дети на старте мои, когда участвуют. Бежал 9-й обминский марафон, километр сын. И занял второе место. И я не знаю, я испытал столько адреналина, мне кажется, я ни на одних своих гонках столько не испытывал. Сколько было гонок и марафонов уже не сосчитать. Со второго класса Иван занимается лыжами. С 14 лет регулярно участвует в соревнованиях. Тренируется по 5-6 раз в неделю. И даже на службе каждый день старается уделять упражнениям хотя бы 30-40 минут. Выносливость улучшает. Улучшает морально-психологическое состояние. То есть быстрее начинаешь думать и соображать в экстремальных ситуациях. При занятии спортом освобождаешься и находишься на единственными мыслями. И что-то новое для себя открываешь. Точнее, какие-то мысли. Потом, после тренировки, начинаешь реализовывать. Совсем скоро Иван снова отправится в зону боевых действий. Говорит, вызвать могут в любой момент. Поэтому сейчас мужчина, что называется, на низком старте. Елена Гаева, Александр Серов, телекомпания НИК-ТВ, Жуковский район. Калужские медики стали героями документального сериала «Не новые регионы. Дорога домой». Проект посвящен простым людям, судьбы которых связывают Россию и Донбасс. Первую серию опубликовало Донецкое агентство новостей. Рассказывает об Игоре и Дарье Сидоровых из Калуги. Пара познакомилась во время первой волны пандемии коронавируса, спасая жизни больных. Теперь уже в четвертый раз отправились в командировку в Первомайск. История о буднях при фронтового госпиталя, врачах, которые не спят по несколько дней, а фельдшерах, которые эвакуируют раненых. И, конечно, это история про бойцов, которые, вопреки всему, вновь и вновь рвутся к своим. Несколько месяцев назад Игоре и Дарье были награждены медалью за медицинскую доблесть и за мужество и самоотверженность. А теперь о медиках, которые спасают жизни здесь, в Калужской области. В этом году санавиация совершила больше сотни вылетов. Практически про каждый можно сказать. Если бы не вертолет, человека бы уже не было в живых. Один из самых опасных случаев произошел с дачником, который буквально ампутировал себе ногу косилкой. Санавиация быстро доставила его в больницу. На какие случаи вылетает вертолет, сколько людей удалось спасти и как будет развиваться этот вид помощи? Об этом поговорили с главным врачом Центра медицины катастроф Анной Черновой. Анна Николаевна, уже был сотый вылет санитарной авиации в этом году. Вот, насколько я помню, когда в 2020-м она появилась, за первый год там порядка 50-60 вылетов всего было, а сейчас уже только лето, а уже в два раза больше. Соответственно, видно уже разницу в цифрах. Вот как развивалась в эти годы авиация, у нас стало больше возможностей вылетов, или это просто столько случаев? Конечно, у нас стало и больше возможностей, потому что теперь в каждом районе на территории Калужской области у нас есть место и координаты, куда непосредственно мы можем приземлиться. Мы провели большую работу, проехали по всем федеральным трассам и посмотрели места, отбили координаты, где может приземлиться вертолет, и в случае тяжелого дорожно-транспортного происшествия мы также можем сделать вылет непосредственно на трассу либо вблизи места дорожно-транспортного происшествия. Больше 100 вылетов, да, и можно, вот если применить такую фразу, спасенных жизней сколько-то, да, вот были случаи, в которых если бы не санавиация, то вот все человека бы не было. Какие самые сложные случаи были сейчас, может, вы сможете вспомнить? Ну, самые сложные случаи, это была достаточно серьезная травма. Мужчина газонокосилкой, ну, фактически ампутировал себе ногу. Массивная кровопотеря, достаточно тяжелая шоковая травма, и он находился в отдаленной деревне, где всего несколько домов, дорога туда действительно дальняя. Деревня очень удалена от нашей областной больницы, вот, поэтому принято решением было сразу о вылете. И вертолет приземлился в 200 метрах от дома этого пациента, поэтому его даже не пришлось куда-то далеко везти машины, скорую помощь на вертолетную площадку. Непосредственно с места происшествия мы его забрали и доставили в областную больницу, где уже его ждала команда специалистов, и он незамедлительно был прооперирован. Ну, и, конечно, это все случаи вылетов на дорожно-транспортное происшествие, и такие у нас были в этом году. Это тяжелый ожоговый пациент, у которого были ожоги больше 90%, горела машина, он был в достаточно тяжелом состоянии, и всегда идет вопрос о транспортабельности пациента. Чем длительнее эта транспортировка, тем, конечно, больше вероятности получения каких-то осложнений, да, и иногда вообще вопрос идет о том, что их пути пациента тоже можно потерять. Какое время реагирования? Вот, например, если бы поехала машина, там, понятно, часа два туда, потом еще часа два обратно. Вот как быстро принимается решение, да, нужен вертолет, и за сколько он прилетает? Ну, для принятия решения достаточно буквально несколько минут, да. Сейчас лето, конечно, вертолет, чтобы взлететь и запуститься, нужно семь минут. В зимний период это, ну, немного дольше, да, потому что вертолет, как и машину, также нужно прогреть и подготовить. Первый вылет мы вылетаем с нашего аэропорта, который расположен в Грабцево. Далее мы приземляемся, в основном, это на вертолетной площадке в областной больнице, и если поступает следующий вызов, то и взлет уже непосредственно происходит оттуда. Бригада на вертолетной площадке дежурит, и как только поступает вызов, запускается винты. Ну, теперь не только площадки используются. Вот рассказали этот случай, что в поле уже тоже успешно садятся. Оборудованные площадки есть только в Калуге, да, на базе областной больницы, и непосредственно специализированная площадка в аэропорту на Грабцево. Все остальные площадки мы используем и стадионы, и трассы, и даже поле. Поверьте, это невероятно красиво в ромашковое поле приземлиться, как мы делаем в Юхнове. Какие-то перспективы развития еще есть ли? Может быть, у нас там станет больше бригад или какой-то дополнительный вертолет, оборудование, вот что впереди в развитии авиации? Авиационных бригад у нас достаточно. Да, бригада дежурит 24 на 7. Сейчас Министерство здравоохранения поддерживает инициативы. Министерство здравоохранения вышло с письмом для того, чтобы у нас в районах было еще несколько специализированных оборудованных площадок вертолетных. Наша перспектива – это появление новых площадок, но в настоящий момент нам это в работе не мешает. Мы все равно полетим, приземлимся и помощь пациенту окажем. Но появление специализированных площадок позволит нам делать вылеты и ночью. Сейчас по погодным условиям мы ограничены, конечно, если идет грозовой фронт или это ночное время суток, где нет оборудованной площадки, а, соответственно, освещение, приземлиться бывает достаточно сложно. Спасибо вам за работу. Спасибо большое. С нештатной ситуацией, будь то авария или приступ, может столкнуться каждый. Здесь важно уметь оказать первую помощь правильно и не навредить себе и другому человеку. На базе все той же станции скорой помощи периодически проходят бесплатные курсы, на которых дают базовые знания. Причем есть такие знания даже для детей. Вещь полезная, тем более сейчас. Стоит задуматься над посещением. В истории громкого ДТП, которое прошлым летом потрясло не только Калугу, но и прогремело в федеральных СМИ. На этой неделе должны были поставить точку, но что-то пошло не так. Напомню, 49-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, вылетел с улицы Кирова на тротуар и снес толпу людей. Пострадали 10 человек, в том числе дети. У некоторых пешеходов тяжелейшие травмы, которые теперь с ними на всю жизнь. Начался суд. Областная прокуратура озвучила свой вердикт. Подсудимому нужно самое строгое наказание. 8 лет лишения свободы без каких-либо смягчений. Помимо этого, лишение прав на 3 года и конфискации автомобиля. Но адвокат подсудимого оказался не готов к премию и попросил перенести заседание, чтобы успеть подготовиться. Если за год так и не успел, на следующий урок он снова не сделает домашку и опять будет переносом. Водителя, который покалечил десяток человек, так и не осудят, задаются вопросом калужане в соцсетях. Новая дата суда – 16 августа. Мы продолжаем следить за этой нашумевшей историей. Автомобильная тема на этой неделе появлялась в новостных лентах часто. Сотрудники ГАИ устроили сразу несколько рейдов. Сначала под пристальное внимание попали рейсовые автобусы. Проверка закончилась тем, что почти полсотни машин по всей области не вышли на маршруты из-за неисправностей. В 13 случаях транспорт сильно загрязнял атмосферу и шумел с превышением нормативов. А пятеро водителей были без прав, либо по лесу ОСАГО. Всего зафиксировали около 300 нарушений. Досталось и таксистам. Сотрудники поделились с нами внушительными результатами. Проверили более тысячи водителей. Завели 128 дел об административных правонарушениях. Одну машину даже изъяли. Кстати, помните этого легендарного таксиста, который уже вся Калугу знает? Дорогие калужане, счастья, здоровья, беру неба над головой. Ай, какая филис. А можно мне? Дорогие калужане, поздравляем вас с праздником. Счастья, здоровья, процветания. Мы вас любим. Ура! В его машине весь салон увешан игрушками, а как-то раз он даже ездил с микрофоном и поднимал всем настроение. Так вот, за это веселье тоже можно получить штраф. Обо всем подробнее в интервью недели. Вот сейчас проходил рейс целую неделю. Проверяли сотрудники таксистов. Какова статистика, сколько нарушений и какие самые частые? Добрый день. С 23 по 31 июля на территории нашего региона проводилось оперативно-процессовское мероприятие такси, в результате которого было проверено более тысячи транспортных средств и выявлено 128 нарушений ПДД водителями такси. При этом привлечено 17 должностных лиц, соответственных за выпуск транспорта на линию. Наиболее частые нарушения – это непрохождение технического осмотра водителями такси, также технические неисправности автомашин и не пристегнуты ремнем безопасности, чем решат в основной массе водители, работающие в районах, так как на территории города работает видеофиксация, и немножко это осложняемся делать. А, то есть наказания были не только для водителей, но и должностных лиц, вы сказали, к конгрегаторам тоже какие-то санкции применяют. Нет, агрегаторы здесь отношения не имеют. Это должностные лица, которые выдают путевые листы и проводят предрейсовый технический осмотр транспортных средств. Проходил недавно у нас рейд по автобусам, и там несколько десятков автобусов даже не вышли на линии. Вот были ли такие случаи сейчас с таксистами, когда кого-то снимали с линии, или прям такие меры жесткие? Во время оперативно-профилактического мероприятия проведено 17 трейдовых мероприятий с сотрудниками управления административно-технического контроля, в рамках которых одно транспортное средство было конфисковано управлением административно-технического контроля как предмет административного правонарушения. А за какое нарушение, если есть? Непрохождение медицинского осмотра предрейсов и технического состояния транспортного средства. У нас есть один таксист в Калуге, часто мелькает в социальных сетях Я думаю, что вы видели, когда весь салон завешан игрушками Вот эта тоже тема обсуждается Здесь нет ли нарушений? Может быть, он тоже как-то попадался вам во время рейда? Во время рейда, к сожалению, его не задерживали А так это нарушение ПДД Это закрытие обзора с места водителя На лобовом стекле ничего нельзя устанавливать Кроме видеорегистратора в зоне действия зеркала заднего вида И при остановке сотрудниками на дороге он будет привлечен к административной ответственности И также должностные лица, которые его выпускают на линию Вот такой вопрос тоже в социальных сетях часто обсуждается в комментариях Если вот сейчас рейд прошел, а дальше что? Забыли? Вот насколько часто вообще таксисты проверяются? И много ли патрулей? На территории Калужской области ежедневно проводятся рейды С управлением административно-технического контроля и сотрудниками ГИБДД Согласно утвержденного графика Кстати, вот у рейдов есть такая особенность ГИБДД сначала говорит Мы будем проводить рейд по пьяным, по таксистам Вот почему вот это предупреждение идет? Не снижает ли оно эффективность этого самого рейда? Потому что все такие таксисты У нас будет завтра рейд, нам надо там Может кто-то не выйдет на линию, например И потом дождется, когда закончится Ну это такая категория водителей, которым деваться некуда Они же зарабатывают деньги Им все равно приходится выходить на линию и работать Многие есть, кто устраняются недостатки И стараются делать все законно Другие надеются на авось, что их не задержат Ну или там рейд по пьяным Завтра будет рейд по пьяным Вот это предупреждение, оно не снижает эффект? Нет, не снижает Профилактика всегда должна происходить ГИБДД созданы не для того, чтобы всех наказать А для того, чтобы профилактировать эти все вещи То есть лишний раз просто напомнить, что Что нельзя управлять в недрезвом состоянии Да, также нарушать перевозку пассажиров И багажа лиховым такси Если люди сели в такси и видят какое-то нарушение Может быть, какая-то техническая неисправность Или опять же, завешено всеми экранами стекло Как обратить внимание ГИБДД? Куда дописать? Позвонить? Как вообще можно к вам обратиться? Сотрудники хоста инспекции будут только рады Если наши граждане будут сообщать о нарушениях водителями такси И не только Сообщайтесь обо всем можно По телефону общему 112 Либо по телефону 547-38 547-535 Это дежурная часть отдельного батальона ДПС По городу Калуги Либо 50-1402 Это областной аппарат Спасибо вам за пояснение Успехов в работе Спасибо, всего хорошего На неделе наказание настигло и вора фигурки космонавтика Напомню, пьяный 19-летний Калужанин Украл маленькую бронзовую таю из сквера имени Карпа Вора быстро нашли Фигурку у него забрали И насчитали ущерб 137 тысяч рублей Суд назначил воришке обязательные работы 240 часов Но приговор законную силу еще не вступил Сообщает прокуратура Что же касается бронзовой тая Фигурку вернули на место И теперь за ней пристально следят по камерам видеонаблюдения Что мы тут все о нарушителях Пора и пример показать Тех, кто стремится сделать мир вокруг себя красивее и лучше Комиссия конкурса «Калуга урожайная» Уже несколько недель ездит по участкам И выбирает самые красивые и вкусные места Обязательные условия не только внешний вид Но и хороший урожай Сейчас заглянем в образцовые огороды Калуги Может даже что-то возьмем себе на заметку для дач Отрываем половину листочка Чтобы еще томатики питались На огороде работы не переводится Не успел посадить, пора пропалывать Нет дождей, нужно поливать А там и до сбора урожая недалеко Но Ольга Орлова только рада Восемь лет назад она вскопала первую грядку на своем участке И сейчас он превратился в настоящий райский сад Цветы, фрукты, овощи Одних только помидоров 60 сортов Отдыхаешь Ты когда занимаешься землей Ты просто не думаешь о чем-то другом Начинаешь копать Начинаешь сажать Начинаешь обрабатывать И сразу успокаиваешься Это приятно, когда ты встаешь утром Садишься на лавочку, пьешь кофе И тебе нравится твоя работа Несмотря на блестящие успехи в огородничестве В конкурсе «Калуга урожайная» Ольга Орлова участвует впервые И очень переживает Этого напрасно, говорят члены комиссии Ваш участок достойный претендент на победу Тем не менее придирчиво осматривают территорию Внося пометки в оценочный лист За каждый критерий можно получить до 5 баллов Их 6, но самый, конечно, главный критерий – это урожай Вот именно урожай – это основной критерий Калуга урожайная, тут все как в соответствии А эстетика? Эстетика есть тоже Также она и содержание участка Мы же видим, какая красота Татьяна Еременкова встречает комиссию Как дорогих гостей – чаем и пирогами Она – бывалый конкурсант Несколько лет назад даже победила в номинации Образцовый противопожарный участок В этом году заявилась в категории Лучший приусадебный участок Здесь в критерии оценки входит и содержание животных Поэтому комиссии показывают индоуток и кур Любимица семьи Чернышко показывается сама Победить хотелось бы, признается Татьяна Но это для меня не главное Как-то я о призах не думаю особо Ну я понимаю, нельзя быть альтруисткой Как бы приятно, когда отмечают твою работу Ну и приятно общение с людьми Приятные люди приходят Какие-то слова говорят хорошие и красивые Какие-то советы говорят В общем, общение с людьми А так как я на пенсии, мне, конечно, это приятно Пенсионеры, члены ветеранских организаций Самые активные участники конкурса Подтверждают организаторы Специалисты по работе с населением на территориях Однако все больше заявок поступает И от работающего населения Калуга Урожайная – старейший конкурс Проводится почти 30 лет с неизменным успехом Растет и число участников И культура огородничества Технологии все равно растут Да, раньше, что, лопата, тяпка И просто земля Сейчас и капельный полив И электронные поилки для животных И обогрев для животных Также парники И нанотеплицы всякие, которые открываются И, ну, такого раньше не было Просто сейчас все технологии идут вперед И наши, конечно, садоводы Идут за этими технологиями тоже вперед Работа комиссии подходит к концу Победители объявят в конце августа В каждой номинации будет определена Тройка лидеров, которая получит Денежные призы или ценные подарки Традиционно проведение итогов Пройдет в формате праздника На котором участники смогут Продемонстрировать свой урожай Марина Нерсисян, Илья Алиханов Телекомпания НИКО-ТВ Неделя продолжается И вот о чем еще сегодня поговорим Глава Минцифры России Макс Утшадаев приехал в Калугу Решение, которое мы предлагаем Это реализовать на платформе Набор типовых сервисов Которые обеспечат Возможность регионам Использовать самые передовые разработки Специалисты эти сферы Со всей страны Собрались обсудить Развитие сервиса госуслуги Форум «Цифровая эволюция» Прошел официально и спортивно Подрядчики сорвали сроки Сдачи важных объектов В Рюдиновском районе Нам присутствуют решение О расторжении контракта В Кирове по плану Откроют в больнице Отделение помощи Ближайшим районам Сколько эпидеализмных больных Сможно обслуживать В течение дня 12 человек Современные лаборатории Площадка для мини-футбола Вводят авиамоделирование 3D-моделирование Акзандирование земли Технология «Умный дом» Готовится к открытию Новая школа на Байконуре Местные в нетерпении Очень ждем Конечно, нужна Безусловно Калужской области Отметили на федеральном уровне Раньше срока Регион выполнил программу Переселения из аварийного жилья Об этом сообщил на заседании Правительства страны Марат Хуснулин Вице-премьер Доложил главе Кабмина Михаилу Мишустину О ходе реализации Соответствующей программы В данный момент Расселяется жилье Признанное аварийным До 2017-го Работу необходимо Закончить до конца этого года Но некоторые субъекты Завершили переселение досрочно Среди них и Калужская область Программа переселения граждан Из аварийных домов Реализуется опережающими темпами В этом году В рамках федерального проекта Обеспечения устойчивого сокращения Непригодного для проживания Жилищного фонда Нацпроекта Жилье и городская среда Мы завершаем Расселение домов Признанных аварийными До 1 января 2017-го года Значительная часть регионов Уже выполнила программу досрочно Это 41 регион В том числе С начала 2024 года Программу выполнили Республика Чувашия Владимирская, Ивановская, Калужская Новосибирская, Смоленская Орловская область А также Ненецкий автономный округ И Ямало-Ненецкий На неделе в Калужской области Собрались специалисты И IT-сферы со всей страны На форум «Цифровая эволюция» Приехал и Максут Шадаев Министр цифрового развития Связей и массовых коммуникаций России Обсуждали развитие платформы Госуслуги И много занимались спортом В этом году Помимо дискуссий Участников Большая спортивная программа Калужским специалистам Пришлось на льду Сразиться с цифровым ОМОНом Длилось все это 3 дня Андрей Ткачев собрал для вас Самые важные моменты форума Открыли форум не приветственными речами А фиджитал соревнованиями Спортивная программа Началась во дворце спорта Сначала команды играют в хоккей И баскетбол на компьютере А затем продолжают борьбу На настоящей спортивной площадке Уже с тем счетом С которым закончили игру на приставке Деловая программа форума Стартовала в федеральном Технопарке рабочих профессий Здесь собрались больше тысячи участников со всей страны Руководители органов власти Ведущие аналитики и эксперты отрасли Представители бизнеса и научных кругов Одной из главных тем обсуждения Стал новый нацпроект Экономика данных И цифровая трансформация государства В течение ближайших шести лет На него будет направлено Не менее 700 миллиардов рублей Среди целей нацпроекта Почти стопроцентный перевод Социально значимых госуслуг В цифровой проактивный формат Это значит, что для их получения не нужен будет даже ручной ввод Сервис будет работать в диалоговом режиме Через голосовых помощников и предзаполненные заявления Тематика форума Это госуслуги Максут Игидшадаев так традиционно Закрепил за нашим форумом Это направление И в этот раз будем с вами вместе Отрабатывать будущее Отраслевые цифровые платформы Которые, я уверен, должны помочь Нашим гражданам проще, понятнее Доступнее получать государственные сервисы Не только гражданам, но и бизнесу Эксперты поделились на группы И подготовили концепции региональных цифровых платформ По ряду направлений Таких как управление имуществом Социальная защита Умный город Проверять, что накреативили участники В финальный день в Калугу прибыл Федеральный министр цифрового развития Максут Шаадаев Министр посмотрел выставку Пообщался с отечественными разработчиками софта Сервисов для бизнеса И выслушал итоги работы за прошлый день У нас есть большой вызов Связанный с необходимостью устранения Разрыва по уровню циверализации Между регионами, лидерами Регионами отстающими Собственно решение, которое мы предлагаем Это реализовать на платформе Набор типовых сервисов Который обеспечит Возможность регионам Использовать самые передовые разработки В своей деятельности Собственно мы как раз обсуждаем сегодня первую часть этих решений И в Казани обсудим социальные сервисы И надеемся со следующего года будем активно их развивать и внедрять Министр Максут Шаадаев и губернатор Владислав Шапша Поблагодарили специалистов за проделанную работу А также оценили вклад регионов в цифровизацию На сегодняшний день в Калужской области Все социально значимые услуги переведены в электронный вид Оказываются через сервис госуслуг Мы сейчас занимаемся еще одним новым для нас направлением Мы перерабатываем внутренний процесс оказания государственных услуг В соответствии с жизненными ситуациями И рассчитываем, что это улучшит и упростит получение услуг Станет более понятным для наших граждан Более востребовано Собрались в регионе юные атишники со всей страны Но об этом подробнее расскажу чуть позже А пока продолжаем смотреть в будущее Какие изменения произойдут в регионе Из цифрового мира возвращаемся в реальный И немного попутешествуем по районам в Перемышльском Сейчас активно ремонтируют дороги Сейчас новый асфальт кладут в деревне Зимницы Там масштабного ремонта не было несколько десятков лет Администрация по возможности делала подсыпку Но как обычно проблему это не решает И вот наконец начался долгожданный полноценный ремонт Рельеф очень такой необычный Дорога под уклон Уклоны все предельные Необходимо было провести эти ремонтные работы Сделать хорошее покрытие Чтобы люди на автомобилях ездили, сезжали, поднимались Чтобы это было действительно безопасно и качественно Как говорит подрядчик, работы идут по графику Остались последние штрихи и вот-вот все завершится В Людиновском и Кировском районах Строятся важные социальные объекты Но подрядчики не всегда попадают соответственно И некоторые не справляются И приходится менять прямо в процессе стройки Темпы строительства проверял на неделе губернатор В селе удастся сдать срок В репортаже Марины Нерсисян Чуть-чуть влево вешку проверни Вот так, ага, держи, повороти На Людиновской площадке особой экономической зоны Калуга кипит работа Строительство очистных сооружений идет с опережением графика После того, как был разорван контракт С нерадивым подрядчиком дело пошло У новой компании и людских, и технических ресурсов в достатке И ответственности хватает Строители обещают губернатору начать пусконаладочные работы Уже в конце ноября Предыдущий подрядчик сорвал все возможные сроки Долго мы с ним пытались наладить работу Но работа не наладилась Поэтому нам пришлось принять решение о расторжении контракта И выбор в вашу сторону Он как раз во многом потому, что мы рассчитываем на работу конструктивную Работу быструю Видим, как вы следили за дело Это подход хороший Пришлось сменить подрядчика и на строительстве школы в Людинове Новый намерен в ближайшие месяцы подготовить площадку И весной приступить к работам Проект рассчитан на тысячу мест Школа будет построена на улице Маяковского Между Большим Людиного и микрорайоном Сукремль Впоследствии для удобства учеников будут организованы пешие и автобусные маршруты Владислав Шапша поручает главе района оказать строителям необходимое содействие Попрошу вас поддерживать здесь, оказывать всю необходимую помощь Чтобы этот проект был реализован Чтобы у нас в следующем году началась уже стройка самой школы Поготовка площадки в этом году И через год, к сентябрю 26-го года, чтобы мы с детишкой уже пошли здесь в школу Такая задача перед нами стоит В Сукремльском лесопарке любят проводить досуг все людиновцы Тем более, что за последние годы он заметно преобразился Благодаря участию в программах инициативное бюджетирование и формирование комфортной городской среды Дорожки, скамейки, урны – все новое и красивое А уж знаменитый подвесной мост после ремонта и вовсе стал местной достопримечательностью В ближайших планах устройство смотровой площадки и спуска для зимнего катания Жители довольны Прелесть, красота, молодцы все В соседнем Кировском районе на новый уровень выходит помощь больным с нейфрологическими заболеваниями В центральной межрайонной больнице идут подготовительные работы к открытию отделения гемодиализа Специалисты выделили помещение, где будет проходить процедура Определили логистику медперсонала и пациентов, составили сметы Планируется, что в отделении гемодиализа будут получать терапию не только жителей Кировского, но и соседних районов Сколько гемодиализных больных сможет обслуживать это отделение? В течение дня 12 человек А в общей сложности на территории, которая рядом с Кировом расположена? Мы сможем работать с 30 пациентами 30 пациентов, которые на этой территории живут, они смогут избежать этой маршрутизации сложной до Калуги Они смогут приезжать к вам и здесь получать? Да, мы заберем на себя Есть достижения у Кирова и в части благоустройства В прошлом году райцентр выиграл всероссийский конкурс среди малых городов, который прошел в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» И теперь на грантовые средства ведется благоустройство территории, прилегающей к заводской площади Интересно, что здесь получилось учесть интересы практически всех групп населения В проекте есть и парковка, и детская площадка, и памп-трек для катания на велосипеде Марина Нерсисян, Валерий Грищенко, телекомпания НИКТВ, Людиновский и Кировские районы А теперь о преображениях в Калуге, но уже не таких масштабных Площадка перед Домом быта скоро изменится Облагородить территорию решили собственники, сообщил городской глава Планируют установить цветники, лавочки, восстановить логотип Дома быта, обновить остановку, сделать освещение и качели под навесом Так что скоро там можно будет отдохнуть и в теньке Предприниматели проведут работу в следующем году, за свой счет подчеркнул Дмитрий Денис Облагородить деревья, вот о чем просят давно калужане Зеленые насаждения падают в этом году в 4 раза чаще, чем обычно Отчасти потому, что они не такие уж и зеленые Как мы выяснили, сейчас с сухостоем в городе борются 6 человек План опиловки есть, но он постоянно меняется Если где-то упало дерево из-за ветра, то бригада откладывает список дел в сторону и мчит туда О сухих деревьях часто подписчики сообщают боту обратной связи в нашем телеграме Вот, кстати, и он наблюдает за нами и в любое время готов принимать ваши новости Недавно нашего электронного помощника поблагодарили за то, что после публикации проблемное дерево было спилено Никобот всегда рад помочь Точнее, рассказать о проблеме, а спилит уже та самая бригада, о которой сейчас рассказывала На каких улицах больше всего сухостоя и как заставить управляющую компанию спилить дерево во дворе? Это тоже непростая процедура Все выяснила моя коллега Ольга Воронец Виталий Игоревич, сегодня мы с вами поговорим о проблеме сухих деревьев Действительно ли эта проблема существует в городе и насколько остро стоит? Проблемы действительно существуют, но острота ее вызывает, конечно, вопросы Она есть, люди эту проблему видят, и мы ее видим И пытаемся ее, конечно же, устранять На каких улицах сухих деревьев больше всего? Конечно, такой расчет мы не видели, но если брать центр, то, в принципе, мы можем наблюдать Это у нас, в принципе, основные центральные улицы Это и Театральная, это и Ленина, и Гагарина, Луначарского, Орлеева То есть все центральные улицы в той или иной степени имеют сухостойные деревья В том числе и центральные сквера тоже имеют такие же деревья Какие районы ждут масштабных работ по спилу сухих деревьев? Ну, начнем с того, что, наверное, каждый год мы формируем план работы Мы формируем план работы на основании наших обследований То есть у нас при городской управе создана комиссия Которая занимается обследованием зеленых насаждений В основном этот план у нас состоит из заявлений жителей То есть жители к нам обращаются Сами мы производим обследование в той или иной ситуации И на основании этого у нас формируется план Но в план этот нельзя сказать, что вот он есть план И 100% все, он будет выполнен Нет, план этот живой организм То есть в зависимости от ситуации, погодных явлений Каких-либо других происшествий Этот план постоянно меняется Даже вот сегодня, явный пример Мы работали на Сквериболдина То есть приводили его в порядок Убирали сухостойные деревья Произошло ЧП, на бульваре Чечерина упал ствол дерева Сейчас бригада Калуга благоустройства поехала туда устранять То есть он постоянно в движении Скажите, если дерево сухое стоит во дворе Вообще, куда жильцам многоэтажного этого дома обратиться нужно? Им нужно, конечно, в первую очередь обратиться в свою управляющую организацию Управляющая организация, это ТСН, ТСЖ В любом случае они должны обратиться к ним Управляющая организация уже в свою очередь обращается к нам С просьбой обследовать деревья После этого выезжает наша комиссия Обследует деревья, выносит, будем так говорить громогласно Вердикт этого дерева Либо его надо удалить, либо его надо обрезать И, соответственно, указывается, какой тип обрезка Либо это омолаживающая обрезка, ну, в зависимости от сезонности Либо это санитарная обрезка Когда управляющая организация должна убрать дерево Встает вопрос, хотят ли этого все жители Здесь необходимо первое На общем собрании жителей решить Потому что в основном зачастую В управляющую организацию обращается один человек Он является, будем говорить, одним процентом от этого дома Тут возникает порой конфликт А выйдет бабушка с соседнего, скажет Мой дедушка сажал 50 лет назад это дерево И я его теперь вижу Поэтому жителям надо решить Второй момент Управляющая организация будет списывать деньги Эти на работы с этого дома Есть ли эти деньги, хотят ли этого жителя То есть здесь встает уже такой момент Если дерево упало во дворе Куда людям нужно обращаться? В управляющую организацию свою ТСН, ТСЖ, неважно Главное к ним Если люди идут по городу Видят дерево, упало Либо сухое Они могут обращаться в управление городского хозяйства В комитет по благоустройству Непосредственно в отдел благоустройства По телефону 70 11 31 Каждую неделю с 8 до 5 Они могут звонить Их заявки будут приняты Объяснено, что им делать Либо обращаться в единую диспетчерскую службу По телефону 3 7 к 112 Оставлять заявки Какая работа за лето уже проведена И какие у города на это есть ресурсы Работа у нас Будем говорить Отсечка первое полугодие Проведена в принципе стандартно Мы удалили уже на сегодняшний день Порядка Ну больше 500 деревьев Где-то порядка 600 И где-то деревьев 200 Мы уже провезли обрезку Омолаживающую санитарную Сейчас в основном проводятся Это санитарные валки Либо обрезки То есть вот уже на первое полугодие Больше 500 деревьев мы удалили Ежегодно в бюджет выделяются деньги Деньги достаточные для того Чтобы точечно решать проблему в городе Потому что город большой Деревьев, Калуга Неоднократно у нас Называлась зеленым городом Поэтому деревьев достаточно много Работы ведутся в принципе По всему городу Но в основном это точечно Бывает, да Мы заходим Выполняем работу Как было в 2022 году Тульскую Мы полностью выпиливали И сухостой И освобождали линии электропередач Работают у нас Калуга благоустройство По мероприятиям По содержанию зеленых насаждений Муниципальные наши бюджетные учреждения У них есть бригада Специальная обученная Техника Для того, чтобы выполнять эти работы То есть планируем в этом году С большей части центральных улиц Все-таки убрать сухостой Калужская область Получит более 52 миллионов рублей На детский отдых Мы вошли в число 13 регионов Которым дадут дополнительное финансирование На развитие инфраструктуры Для детского отдыха Как сообщил губернатор Владислав Шапша Средства направят на новые корпуса В Калужском загородном Остановительном центре Витязь В прошлом году Здесь уже построили Два новых корпуса Это позволило дополнительно Взять на отдых Более 500 детей А сейчас в нашем регионе Учатся и отдыхают ребята Из разных уголков страны Много детей с новых территорий В центре одаренных детей Сокол По поручению главы региона Стартовала третья Межрегиональная IT-смена В этом году в ней участвуют Более 200 человек Из семи регионов Калужской, Московской, Белгородской Запорожской, Херсонской областей А также ребята из ЛНР и ДНР Организаторы разработали Для них двухнедельную Интенсивную образовательную программу С участием смены Познакомилась и наша съемочная группа Юные айтишники Из Луганской народной республики Прибыли в Калугу ночью Накануне открытия смены Ребята уже побывали здесь В прошлом году Говорят, это стоит того Чтобы преодолеть долгий непростой путь С ЛНР нас забрали Где-то человек 15 Было нас ехало Мы выехали 6 утра Приехали мы где-то в пол Второго Ну то есть примерно сутки мы ехали Но на самом деле Очень удобный автобус То есть с зарядками С кондиционером С очень мягкими креслами То есть во всех удобствах Кормили нас Большинство участников смены Привезли с собой ноутбуки Калужанка Катя Белова Резинки для тренировки У нее ДЦП Но несмотря на болезнь Катя профессионально занимается плаванием Вместе с прокачиванием Айти скиллов Собирается каждый день Поддерживать физическую форму Недуг, который сковал тело Не смог побороть ее неистовую тягу К новым знаниям И целеустремленность Я решила попробовать Программирование язык питона И до сих пор продолжаю его изучать В будущем я хочу стать Айти специалистом Так как для меня это Наверное самая подходящая работа Мне это нравится Но я пробую разные сферы Айти Разные профессии Потому что эта сфера Мне нравится еще тем Что она на данный момент Постоянно развивается И она безгранична Многие из этих школьников Уже знают, кем хотят стать Новичков в зале только половина На торжественном открытии Ребят поприветствовал Заместитель губернатора Калужской области Руководитель Минцифры Дмитрий Разумовский Именно по его инициативе В Калуге стали проводить Айти-смены Не так много в стране площадок Где в течение двух недель Ребят будут готовить Целенаправленно По направлениям Айти А их очень много Это и 3D-моделирование Это, естественно, программирование Это все, что связано сегодня С очень важной темой Это беспилотная авиация Здесь тоже это будут Космические технологии В Калуге-Калабель космонавтики Но и новые современные направления Которые пригодятся ребятам в жизни Поэтому ожидания самые оптимистические Очень рассчитываем, что ребята будут Мотивированы, вовлечены Вот в эту большую интересную сферу Информационных технологий Именно на это делаем ставку Сам министр цифрового развития Проведет для ребят урок По технологиям умного города Также спикерами выступят Лучшие специалисты практики В сфере Айти По итогам смены Участники получат сертификаты Об обучении А победители проектного марафона Дипломы и памятные подарки Но все это будет потом А в день открытия Концерт, общее фото, знакомство И первые отрядные мероприятия Евгения Сонина, Алексей Джумаев Телекомпания Ника ТВ Пока дети отдыхают Взрослые уже вовсю готовятся к школе Родители планируют покупки А учреждения проверяют готовность К возвращению ребят в классы Особый упор на безопасность Перед первым сентября Силовые ведомства будут приведены На усиленный график несения службы Прежде всего в день знаний Мониторит и интернет Чтобы заранее пресечь Всевозможные провокации Если такие будут обнаружены Сотрудники ГАИ будут дежурить Учебных заведений А накануне Дня знаний Все объекты и прилегающие территории Возьмут под круглосуточную охрану За порядком будут следить Вместе с полицейскими Сотрудники ЧОПов, Росгвардии Представители общественных формирований Казачества Мы очень много усилий предпринимаем Для того, чтобы В частности Организация дорожного движения Вблизи школ Была на максимально безопасном Уровне организована И здесь никаких вопросов В определении приоритетов Быть не может Безопасность Это наш главный приоритет Современные лаборатории Просторные кабинеты И даже площадка Для мини-футбола Новая школа В микрорайоне Байконур В Калуге Откроется уже в этом году И станет одним из самых крупных Учебных заведений Областной столицы Учреждение будет С инженерно-технологическим профилем Среди кружков робототехника Программирования Чем еще уникальна школа Расскажет Ксения Пархоменко В школе новые созвездия Новое можно узнавать Даже в коридорах На стенах портреты известных ученых И инженеров А также информация О популярных молодежных движениях На каждом из рисунков QR-коды Для предоставления Дополнительных сведений Для обучения с комфортом Здесь уже все готово В этой школе у нас два больших спортивных зала Актовый зал Обеденный зал С зоной пищеблока Рассчитанный на 500 мест Актовый зал в том числе На улице у нас много игровых зон Поделенных на целевые группы Допустим, первый и четвертый класс Пятый, восьмой Восьмой и одиннадцатый Школу строили полтора года Сейчас объект готов на 99% Жители микрорайона С нетерпением ждут открытия Очень ждем Конечно, нужна Безусловно Ну, это такой Большой прорыв для нашего микрорайона Мы так Мне кажется, да Мы все ждали этого Детский сад ждем Развитие Это всегда хорошо Это всегда в плюс Да, красивая школа И современная Я думаю, что Эта школа очень перспективная И надеюсь, что Она не только родителям Но и ученикам понравится Школы надо Надо, чтобы обучение было В первую смену Чтобы дети Не так уставали Чтобы были в школе Разные Кружки по интересам В новых созвездиях Будет много кружков Дети смогут заниматься Работотехникой Программированием И даже поработать С беспилотными Авиационными системами Но и это еще не все У ребят У ребят в начальной школе Будет авиамоделирование Например, у ребят В основной школе Будет 3D-моделирование Например, у ребят В старшей школе Будут такие курсы Как зондирование земли Технология умный дом И другие курсы Которые приведут Непосредственно К углублению В области физики Математики И информатики Открытие новой школы Поможет решить Многолетнюю проблему Сейчас соседние школы Едва справляются С наплывом учеников Школа откроется Уже 1 сентября этого года Здание рассчитано На 1125 учеников Это позволит Другим школам Микрорайона Перейти на Односменное обучение Ответственные организации Отмечают Осталось только Поставить мебель Оборудование И провести Пусконаладочные работы Ксения Пархоменко Илья Алиханов Телекомпания НИК-ТВ Эта неделя Как и остальные Получилась непростой Поэтому в завершении Хочется немного Разбавить Плотную новостную Повестку Милотой Авторы еженедельной Рубрики Живая среда В этот раз Ищут хозяев Двум братьям-песелям Персику и Арти Годовалых собак Пристраивает приют В Ферзиковском районе Щенки не доставят Своим хозяевам Больших хлопот Обладают Равновешенным нравом И сообразительностью К тому же Знают команды А вот характеры У них разные Какие Узнаем В нашей рубрике Живая среда Эти братья Подростки Но без трудностей Переходного возраста Очень дружелюбные Их в конце 23-го года Нашла одна женщина На своей даче Не смогла Бросить на морозе Отогрела у себя В квартире А потом Отдала в приют В начале Было восемь щенков Но шестерых Уже забрали Остались двое Арчи знает Несколько команд Обучился Когда был На передержке У волонтера Татьяны Дав псу образование Она теперь готова Дать ему Еще и рекомендации Ладил С моей собакой Прекрасно С кошкой Уживался Вот На улице Он Очень хорошо Относился Ко всем людям То есть Не боялся Никого Подходил Познакомиться Прекрасно Ладит со всеми Собаками То есть Мы гуляем Там много Собачников Ну то есть Ни в какие драки Он не ввязывался Он очень игривый Жизнерадостный Очень подвижный Второй пёс Немного поспокойнее Персиком назвали Из-за ржеватого окраса Как и брат Отличается Дружелюбием Персик у нас Содержался В вольерной Передержке Но он Очень добрый Он очень тоже Контактный Сначала Он закрывается Немного Ему надо Познакомиться Раскрыться Понять Что за человек Рядом Есть ли агрессия К нему Проявится ли И всё остальное Прочее А так Замечательный Очень добрый Пёс Спокойный Ориентированный Тоже Он хорошо На людей Также Любит он Детей С кошками Прекрасно Мы проверяли Обе собаки Хороши Как для дома Так и для квартиры Например Арчи На передержке Не доставлял Хлопот с выгулом Терпел до улицы Волонтёры уверены Что его брат Быстро научится порядку Обе собаки Подойдут для семей С детьми и животными Особенно тем Кто любит Активный образ жизни Если щенки Вас заинтересовали Добро пожаловать В приют Лайландия Телефон для связи 8-910-594-11-47 Ольга Золотина Александр Серов Телекомпания НИКТВ Ферзиковский район Музей космонавтики Сотрудники готовятся К новой фото-выставке Главными персонажами Которые станут Работники музея Их четвероногие Белки и Стрелки Директор музея Там тоже пришла Со своим питомцем Так что Если любите животных И интересуетесь космосом Отличный повод сходить На этой милой ноте И закончим Нашу итоговую программу Всем добра И до встречи на НИКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok